В Центральном концертном зале Кубанского казачьего хора состоялось торжественное мероприятие, посвященное 35-летию образования Краснодарской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Хочу сказать большое спасибо ветеранам за их труд, за их священную доблату, за их трудовой подвиг, потому что они не считаются ни с водостом, ни с болезнью. Они каждый день работают для того, чтобы наша малая родина Краснодарский край была еще крепче, и чтобы наша матушка Россия была еще сильнее. В мероприятии приняли участие представители администрации Краснодарского края, законодательного собрания, представители министерств и ведомств, ветеранских и общественных организаций Кубани, а также курсанты военных училищ. По благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория, в мероприятии принял участие руководитель отдела религиозного образования Протерея Александр Игнатов. Сегодняшний день вашего Григория, 25-летия создания образования ветеранской организации, мне было бы большая честь передать всем вам слова благополучия желания и нагрузки на дальнейшие ваши труды в деле воспитания подрастающего поколения митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория. Ваш труд сегодня особенно важен. В то время, когда идут военные действия на территории и за пределами нашей России, так важно воспитывать подрастающие поколения митрополита и духовно-нравственные ценности. Сегодня церковь чтит память святого Нестора Литерписиса. Благодаря именно ему мы знаем, откуда есть пошла русская земля. И мне сегодня хотелось бы в день этого григория в вашей организации сделать одно очень важное предложение. У различных родов войск есть свои интересные поколения. У ВДВ есть педагога, у военностового флота есть поколения с СССР, апостолом Андреем Розвановым, у ракетных войск есть святая великомученица Варвара. А почему у такого замечательного движения на Кубане нет своего интересного поколения? Почему день, в который вы собрались вместе, нельзя считать днем вашего небесного поколителя, святого Нестора Литерписиса, который пишет летостью, который передает здоровый народ все великие дела сынов русских. И мне кажется, каждый из вас в этой истории, не случайно, ветеран, с латинского переводится ветеранус, еще со времен античного флима, это слово означало как испытанный, опытный, наставник, тот, который уже имеет опыт не только военных действий, но и опыт жизни, которые он передает молодым поколениям. Он передал своим потомкам, что именно Бог лежит на основе всех побед русского народа. Как не передать своим потомкам слова святого благодетного пнязя Александра Левского, который всегда говорил, не в силе Бог, а в правду, и с этими словами он побеждал и промежцев, и финнов, и всех двунадесцев из этого, как и тогда, как и сегодня, оболчившихся на святую Русь. А когда он побеждал, он говорил, «Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива, и пусть здесь страх пожалует к нам в гости, но если кто к нам с мечом придет, от меча и побитых на том стоит, и стоять будет русская земля». АПЛОДИСМЕНТЫ Эти слова из родов сынам России передавали их потом. Как не вспомнить слова Александра Васильевича Суворова, который говорил, «С Богом братство, от него победа, он наш генерал, Бог нас и водит, мы русские, с нами Бог, какой восторг!» говорил великий генералиссимус, сын земли русской. Как не вспомнить Иванова Шаркова, который также 43 победы одержал, не потерял ни одного корабля, ни одного матроса не встал в плен. Как не вспомнить его слова и не передать молодым, ведь именно на этом духовном, нравственном, патриотическом воспитании воспитывался дух русского солдата-победителя. И Федор Шарков говорил, «Не отчаивайтесь, ибо все сии грозные бури обратятся к славе России!» Так говорили наши милитые сыны. И потому мне хотелось бы сегодня пожелать вам, дорогие, чтобы вы передавали не только опыт своих боевых заслуг и всевозможных навыков, давайте передадим нашим детям и внукам самое главное – веру в Бога. Ведь именно вера была в основе русского государства. Именно православие было государство, образующее религией. Именно благодаря православию Россия стала великой страной, великой русской культуры. И потому вера наша – это вера-культура, образующая для нашей страны. Вот что защищает русский солдат. Почему-то знаменно, вот и написано, «За веру царя и Отечества». В первую очередь за веру, потому что они были воспитаны на словах святого блаженного Абдустина, который говорил, «Пусть Бог будет у вас на первом месте, и все остальное будет на своем». Я хотел бы, завершая сегодняшнее поздравление с этим замечательным днем вашей юбилеи, закончить словами святой Александра Федоровна Романа. «Отец, что такое жизнь?» «Битва дитяное, где меткий может промахнуться и станет зоркий обмануть, и трогнуть сердце в пробрецах, там враг, ни день, ни ночь, ни древний. Та битва, целый мир объемный, стоять не нужно до конца». Спрашивайте, Наталья Михайловна. Действительно, вот я слушал выступление отца Александра, но, наверное, символично, что сегодня, день святого, день второго безописца, собрались, потому что вы своим другом тоже пишите лет. И сегодня, вы знаете, очень приятно видеть, когда вы здесь, перед седими, уберенными людьми, которые имеют большой жизненный опыт, профессиональный опыт, стоят, молодые, это почетный корон, это дань уважения вам, здесь присутствующим, и говорить о том, что есть связь поколения. Спасибо вам за это, уважаемые ветераны, низкий поклон, крепкого здоровья на новой переводе и дальнейших успехов. С unnaturales means.